Слава Иисусу! Давайте пророку и славу! Я хочу прочитать вам из книги пророка Еремии, и мы начнем слушать слово, которое Бог вам приготовил сегодня. 31 глава книги пророка Еремии. Я верю, что это слово сегодня Бог дает нам. Я буду читать с третьего текста. И издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение. Я снова устрою тебя. Скажи, Бог снова устроит меня. Церковь это пророчество. Это не просто мы придумываем какое-то слово. Это слово пророка Еремии, которое Бог через него говорит сегодня тебе и ко мне. Я снова устрою тебя. И ты будешь устроена, Дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводы веселящихся. Снова разведешь виноградник на горах Самарии. В виноградаре, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят, вставайте и взойдем на Сион. Господу Богу нашему. Давайте мы этому Богу вознадим славу, друзья. Нет ничего в нашей жизни, чтобы Бог не мог восстановить. Нет никакой болезни в нашей жизни, которую бы Бог не мог исцелить. Нет ни одной разрушенной семьи, которую Бог не мог бы восстановить. Нет ничего, чего Бог не может, потому что все может Бог. И все под власть на Ему. Скажите Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. Давайте воздадим правду, и славу, и помогу, и на скорую. Знаете, мы сегодня с нами счастливые люди. Мы знаем Бога. Аминь. Я какое-то время был в госпитале на лечении. А вот, говорит Александр, послушайте, профессора, кандидаты исторических наук, кандидаты технических наук, ничего не знают о первородном грехе. Ничего не знают об Иисусе. Ничего не знают, что сделал Иисус. Как вы думаете, что их ждет? И это страшно. Но мы с вами знаем все. Аминь. И, друзья, правда, мы сегодня с вами блаженны. Аминь. К нам сегодня в Дом Божий пришел наш возлюбленный Господом, наш друг, наш брат. Я хочу вам его представить. Он сегодня будет нам служить. Мы сегодня будем слушать голос небесный. Будем питаться хлебом, который Бог будет давать нам с неба. К нам сегодня пришел служить нам архиепископ Украинской Правозлавной Реформаторской Церкви Сергей Журавлев. Он будет нас сегодня служить. Аминь, друзья, давайте откроем наше сердце, откроем наш разум и добро пожаловать в Англию Союзу. Это наше место, пожалуйста. Мы рады, что вы сегодня у нас. Бог да благослови. Ваш микрофон могу оставить еще один. Спасибо. Вдруг, вдруг дьяволу не понравится, а вы знаете, что ему не нравится. Бывают технические такие, да? Слава Богу. Да и слава. Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу нашему. Благослови Бог наш, Царь Вселенной, давший нам это замечательное время, давший нам собраться вместе, собирающий как отец своих детей под кровом своим, как птица своих птенцов под крыльями своими. Благослови Господь всех нас по богатой своей милости. Боже, и пусть действительно Твоя воля святая исполняется в наших судьбах, в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Говори к нам сегодня наш драгоценный учитель. Наш возлюбленный наставник. Потому что действительно без Тебя мы ничего не сможем сделать доброго, хорошего, достойного. Боже, но с Тобою и в Тебе мы сможем сделать все. Благослови Господь сегодня. И пусть сегодня воссияют Божие истины евангельские. Воссияют Твои имена, которые я хочу провозгласить в этом собрании святом. Воскресение и жизнь. Боже, пусть эти имена Твои воссияют, Господь. В наших судьбах Ты есть воскресение. И Ты есть наша жизнь. Слава Тебе и хвала. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аплодисменты Господа. Спасибо большое. Да, слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные. Спасибо. Братья, сестры, приветствую всех вас во имя Господне. И я рад, что мы живем в обеих интернета. И хотя в поездках бывает так далеко друг от друга. Но даже, например, вот, хоть даже за океаном. Но с помощью интернета мы можем быть вместе в одном служении. И сейчас, вот, пользуясь случаем, передам привет как раз от своих, всех домашних. От моей супруги Инна, от наших детишек. Бог нам дал шестерых детей. Слава Богу. От наших внуков, вот, внук уже постарше, ему уже четвертый год, значит, там, а, значит, а вот внучка только родилась. Алина. Да. Ночи вся маленькая. Вот, как раз приехала в Киев, и она родилась. Вот. Вот, и благодаря Богу за это, за все, за все. И, друзья, я первый раз в собрании здесь вот, вот, и этот рыбальский я с ним только приезжал, на машине никогда здесь еще не был. Вот, именно, чтобы приехать послужить в этом ДК. Вот, но, знаете ли, я очень уважаю вашего пастора и люблю очень. Мы давно не виделись, правда, уже давно очень. Но, знаете ли, бывает так, что, хотя даже давно не видишься с человеком, да, но он в сердце, в твоем сердце. И я очень Богу благодарен за эту возможность сегодня быть здесь, делиться словом и благоставлять вас. И мое слово сегодня для вас, друзья, мое слово сегодня для всех собравшихся, это два великих имени Господа, Его имена, воскресение и жизнь. Есть в Библии много имен, в Библии много имен Господа. Бог раскрывает себя в своих именах, в своих титулах, в своих, знаете ли, таких самоназваниях. И каждое из них, оно особенно дорого, бывает, особенно дорого верующему человеку. Я хочу поделиться теми именами, которые записаны у Иоанна, в Евангелии от Иоанна 11, 25. 11 глава Иоанна, она такая очень знаменательная. Это кульминационный такой момент служения земному Иисуса. Это воскресение, воскрешение Лазаря, да, воскрешение праведного Лазаря, того самого Лазаря, с кем был знаком Иисус хорошо. Другом являлся его Марфа, Мария, его сестры. В этом доме любил бывать Иисус. И Лазарь заболел, и он умер. Иисус воскресил его, вот, если бы, ну, в Библии говорится, что Иисус воскрешал и до того людей, то есть это не было первым таким воскрешением в служении Иисуса, да, но в чем уникально это воскрешение? Что Иисус сделал это в четвертый день. Уже были похороны, уже после похорон, уже был четвертый день после смерти. Уже были близники разложения, да, уже смертело тело. И вот в этом была, конечно, уникальность воскрешения, да и во многом другом, потому что во времена Иисуса, да и сейчас тоже в еврейской традиции верят, что лишь в первых три днях возможно было воскрешение из мертвых. Лишь в первых три днях, даже в еврейской традиции и древней, и современной, разных направлениях иудаизма, тогдашнего, сечашнего, вера есть в то, что лишь в первых три дня возможны для воскрешения человека. А затем, говорится обычно так, в Израиле есть город такой Хеврон, да, Хевер по-еврейски, значит, связываю, связываю. И в древности и сейчас считалось, что именно там то место, откуда души не спускаются на землю и поднимаются после окончания земного бытия, где бы ты ни умирал, но там в Хевроне это как бы пуповина они называют такая духовная. Вот, и считается, что души многих праведных людей, они сразу поднимаются в небеса, некоторых могут еще там три дня максимально, максимальный срок отведенной душе быть здесь где-то на земле. Но во всех направлениях иудаизма и тогдашнего, и сечашнего вера есть в то, что после третьего дня все, уже невозможно воскрешение. Лишь в последний день возможно воскрешение. В последний час воскрешение мертвых, когда всех будет уже пред судом Бога, перед судом Бога. И когда Иисус, обращайте внимание, Он как бы вроде спешит, но не торопясь. Он приходит позже. Он приходит уже в четвертый день. И если бы, понимаете ли, если бы пришел бы чуть пораньше и воскресил бы друга своего в первых три дня, то Он дал бы основание всем людям религиозным, набожным сказать то, что Никодим говорил. Помните, в третьей главе Иоанна записано, что мы знаем говорить. Он не просто за себя расписался, но и за других религиозных, набожных людей. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. И действительно, это так. Но, понимаете ли, Иисус пришел в четвертый день. И, знаете ли, и у Марфы, и у Марии, у этих сестер, брата, они, у них оставалась последняя только вера в то, что в последний день воскреснет, воскрешение правильных, воскреснет Лазарь и их брат. Все. Но Иисус просто-таки, знаете, ошарашил. Он просто, действительно, ну, все карты религиозные спутал, всю теологию, выстроенную еврейскую, древнюю библейскую теологию, просто все расстроил. Он сказал, я есть им воскресение и жизнь, верующий на меня, если и умрет, а живет. Я думаю, у Марфы там внутри все оборвалось, все дробнуло. Я думаю, что не только сами слова эти, конечно, они произвели действие, но и сам дух. Знаете ли, слова можно по-разному сказать, вот, чем они наполнены. Но когда он сказал, я есть им. Знаете ли, это древнее выражение, которое обычно мы читаем в словах всемогущего Бога. Я есть им. Потом он говорит, воскресение. А потом говорит, жизнь. И не только он этими словами, конечно, произвел действие. Марфа, Мария, потом, конечно, они были просто и удивлены, и тронуты этими словами. А затем было действие само. Случилось невероятное. Потому что вслед за мной не пришли люди, ведь другие думали, она пришла просто поплакать на кладбище. Но Иисус, Он сказал, отвалите камень. Откройте гроб. Эти пещеры, в которых хоронили тогда. И знаете, Ему сказали, но уже смердит, уже запах. Так, уже поздно даже прощаться с тем. Но Иисус настоял. Открыли гроб. И здесь прозвучало слово. Потрясающее слово. Иисус обратился к Лазарю. И Он приказал просто Ему выйти. И вышел умерший. Он воскрес. Лазарь воскрес. И, конечно, знаете ли, в Библии говорится потом, что это стало последней каплей, которая переполнила вот это воскрешение Лазаря. Последней каплей, которая переполнила чашу уже терпения. Религиозно-мафиозно. Это коррупированная структура тогдашнего иудаизма. Отступнического уже. И религиозные вожди народа Божьего решили убить Иисуса именно после этого воскрешения. До того они еще терпели Его. Его все выходки, как им казалось. Его нарушение субботнего дня. Хотя Иисус не нарушал святость субботовом заповеди, не нарушал Божьи. Он не был грешником. Он лишь нарушал человеческие предписания. Показывая, что человеческое это человеческое. А Божье это Божье. Как говорится, так вот, зерна отплеил. Ему, людям религиозным казалось, Иисус, ну будем так говорить, выскочка, знаете ли, ну да, самородок, уникум, как власть имеющий проповедует. Но, знаете ли, система, любая религиозная система, она жестока. Любая система религиозная, больше или меньше, но она жестока. Она строится не на человеколюбие. Она строится на, как раз, вот, зависти, злости, мамония, похотячей гордости житейской. И Иисус, он в своей земной жизни, да, он был больше окружен, редко был окружен религиозными такими людьми, религиозными вождями. Он противопоставлялся бы часто системе религиозной. Он, ну так, как сейчас говорят, ломал систему. Он не вписывался в рамки системы религиозной. Ну, а здесь воскрешение Лазаря, это было последней каплей. Кстати, религиозные эти вожди, они решили после этого убить не только Иисуса, но и Лазаря тоже решили убить. Там написано Библия. Они решили свидетелей тоже убрать, потому что Лазарь, он не молчал. Воскреснув, он не молчал. Да и даже если бы молчал, даже если бы он не говорил ничего, ничегошеньки. Ради него самого люди приходили, щупали, трогали, видели рассказы людей, кому рот закроешь. Даже если Лазарю закроешь рот, то люди же говорят. И люди приходили и ради Лазаря веровали в Иисуса. Но уже вера в Иисуса была несколько иная, нежели прежде. Если прежде они могли веровать в Него как в пророка, как в учителя, такого самородка от Бога, знаете ли, неспосланного Израилю, то после Лазаря, воскрешения Лазаря, они уже верующие могли веровать в Него как в того, кто действительно является вот этим библейским пророчеством, исполнением библейского пророчества, Эммануэль, Эммануил, с нами Бог. С нами Бог. Слово, ставшее плотью и обитавшее с нами полной благодати и истины, которую люди могли смотреть, видеть, пощупать, потрогать, оценить. Истина, это была, конечно, настоящая революция в сознании, настоящая реформация в сознании. Друзья, пришел к своим, Иисус, свои не приняли. Но тем, которые приняли, Он дал быть власть, быть чадами Божьими, которые родились уже не просто от своих мам и пап, а родились от Бога, новым духовным возрождением. И это самое великое, друзья, самое великое, что есть во Вселенной. Спасибо, Господь, за Слово Твое. Спасибо. Благодарю Тебя за моих братьев и сестер. Благодарю Тебя за то, что Ты есть действительно в воскресении и жизни. Благодарю Тебя за и воскрешение Лазаря. За многие чудеса, что Ты совершил Господь тогда. Убеждая народ и убеждая всех сегодня людей, что Ты подлинно есть Спаситель мира Христос. Благодарю Тебя, Боже мой. Благодарю Тебя за победу Твою. Благодарю Тебя и славу Тебя. Пред именем Твоим всякое колено склонится небесных, земных и преисподних. Хочешь, не хочешь. По доброй воле или не по доброй. Но доброходно дающего Ты любишь Господь. Благодарю Тебя, что вместе со многими небожителями Господь Божий, мы, человеки, также склоняемся пред Тобою, Божием. Признавая, Господь Божий, Твое Господство, Царство Твое непоколебимое. Спасибо Тебя. Аминь. Братья, сестры. И действительно, я живу вот этим откровением. Я делюсь часто словом на разные темы, но последних 16 лет это мое самое главное откровение, которым я сам живу. Поэтому даже когда, вот, и Наташа написала тоже, какая будет тема, да, проповеди, я однозначно, воскресение и жизнь. Я могу делиться другим словом тоже, но хочу поделиться именно этим. Чем живу? Поделиться тем, чем живу, что есть ревой является моей. Потому что много слов есть сразу сказанных Господом, да. Мы им живем, этими словами мы вдохновляемся, перечитываем их с удовольствием огромным, наслаждаемся, укрепляемся, вдохновляемся, да, но есть слова, которые становятся нашей ремой, становятся тем откровением, которым мы живем с вами. И вот для меня с 2003 года вот именно это слово является самым и самым важным. Им я живу, этим словом. И движусь, и существую. Последних этих 16 лет. Хочу поделиться тоже тем, как я получил это откровение, тем, как я, в общем-то, стал жить этим словом с 2003 года. Весна как раз, да, вот на днях скоро исполняется уже, получается, да, ровно 16 лет со дня вот того откровения от Бога. Ну и перед тем представлюсь, наверное, да, тоже, кто знает, не знает меня. Я являюсь священнослужителем православным, церковнослужителем, священнослужителем, уже больше 30 лет, без услужения православного священнослужителя. Первые годы, почти 10 лет первых, я внес служение как традиционный православный священнослужитель. До 96-го года был священником русской православной церкви, московского патриархата, самой традиционной обычной церкви. Служил с 87-го года, начался самый трудовой стаж, ну, с начала 88-го. Де-факто я с 87-го, а до юра, получается, да, с начала 88-го года, в служении в России это было, ну, еще в последние годы Советского Союза были, да, но я служил в России, в Орловской, Брянской и Пахе тогдашке, потом в Московской, потом в Брязанской, потом в Брянской. То есть это все, центральная европейская Россия. В Украину я приехал позже гораздо уже, в 97-м году, и Украина стала моей второй родиной уже, где как реформатор я состоялся, вот, поэтому для меня, как говорили, у меня две таких земных родины моих. в России я родился, вырос и жил до 97-го года, не представлял себе, что куда-то уеду вообще из страны, но в 97-м год уехал. Правда, опять-таки уехал, я думал, уеду там на пару недель, может, на месяц максимально сюда, в Украину, но задержался надолго. У нас из наших шестерых детей трое родились в Украине уже. Да, слава Богу. Слава Иссу. Да, и благодарен Богу за все, за все. Вот, а сам я художник по своей специальности. До 88-го года моим рабочим местом была мастерская художественная. Заканчивал школу художественную, потом училище художественное. И, будучи художником, я приобщался к церкви, приобщался к православию. Вот, а уже вот с 87-го года стал читать, петь на клиросе. Вот, я не певец, но мне очень понравилось пение, церковное чтение. Вот, и уже входил в храм не только как художник, только там что-то там рисовал, писал. Ну, так, при души, знаете ли, помогал священнику. А стал помогать уже и как певчик. Как певчик, как певец, читал, пел на клиросе. Мне очень понравилось все это, очень. Вот, и, а уже в начале 88-го года священник, куда я ходил в храм, там, село Лепешкино. Это город Орел, село Лепешкино называется. Никольский храм, старенький священник был. Вот, он сам в Западной Белоруссии. Он такой, очень интересный священник. Вот, у него пятеро сыновей, все священники уже тогда, уже они были тоже, священниками служили. Вот, и он меня так полюбил тоже, как сына, так вот. И путевку в жизнь дал, знаете ли, в церковное служение. Именно как раз вот этот человек. Вот, и он меня, назвал меня Серожа, назвал меня Серожа. Как в Белоруссии говорят, Серожа. Вот, и он предложил мне уже на полное служение. Что вот, не просто там раз, два раза в неделю, а чтобы уж каждый день был в этой храме, на служении. Вот, и я согласился. Потому что я себя уже не мыслил без этого. Абсолютно не видел себя без этого. Если раньше я хотел в живописи, именно в пейзаже, в живописи являть Христа, являть Бога, то после этого я, вот, с начала 88-го, я принял решение, что буду вот именно в служении таком, говорить о Боге. А знакомство с Богом у меня произошло в раннем возрасте. Тоже краткое такое свидетельство. В раннем возрасте, да, встреча была с Богом в 12,5 лет. Была встреча с Ним незабываемая. Ну, у каждого своя встреча, у каждого она бывает какая-то по-особенному памятная. Но для каждого верующего первая встреча с Богом, она незабываема. Она уникальна. Вот, и даже проходят годы, но мы помним, вот, прошло почти 40 лет, значит, но после той первой встречи с Ним, но я очень Богу благодарен за эту встречу. Значит, я вырос в семье атеистической, такой глубоко атеистической семье. Никакой традиции религиозной мы не знали. Ну, может, даже, скорее, как культурной традиции была больше, нерелигиозной у нас. По матери татарин я, большая мусульманская семья у меня, и моя родня в основном мусульмане. Значит, мои родственники все. Вот, по отцу еврей, по матери татарин. Вырос русским атеистом. Просто, как бы, с первого класса я принял решение, что я русский, все. Потому что надоело мне, что моя еврейская семья считает меня татарчонком, вот, значит, а моя татарская семья, значит, еврейчиком, жиденком, значит, потому что там по отцам родство, а здесь по матери, как бы. И в первом классе я понял, кто я. Я русский, все. И, да. Сейчас забавно, но тогда было бы так для меня тоже, революционно было для меня. Вот. И, в общем-то, да, а дедушка мой, Гали Ахмед, его звали Бабай мой. В Украине Бабай не пугает вообще. Да. Бабаи, Бабаи, да. Но здесь вот для меня это Бабай, это хорошее слово, переводится как дедушка. Дедушка, да, дедушка. Вот мой Бабай, его звали Гали Ахмед или Али Ахмед. Он у нас, ну, по-русски почти ничего не знал. Одно слово только хорошо знал по-русски, без акцента говорил. Собака. И его получалось, при этом, очень так смачно, знаете, когда муху там где-то убил, так, собака. При этом, без акцента, четко прямо, оно получалось. А так, с ним можно было по-татарски говорить, он такой классический, тоталин, такой, он у нас обрезал очень ловко всех мальчиков, татарских, еврейских, ему приносили всех на обрезание. В округе никого, больше не было, кто бы брался бы за обрезание. Вот. Мой дедушка очень ловко обрезал, так что, как бы, заслужил авторитет такой. Вот. Бабушка моя, ее звали Миньбану, она из, кстати, украинские корни есть у нее, она с Крыма. татарка, да, татарка, но ее корни оттуда, с Крыма. Вот. Дедушка мой классический, казанский татарин, значит, а бабушка, получается, крымская татарка. Хотя она считалась казанской тоже, но корнями оттуда была. И еврейская моя семья вообще потеряла всякое вообще еврейство свое. Это были атеисты, бабушка, дедушка, ветерана ЧК, НКВД, и революционные были такие довольно мои родственники по отцу. Вот. Как бы и далекие от религии. Вот. А татарская моя семья, сейчас многие стали, конечно, такими активными мусульманами, а тогда, в то время, это были, ну, обычно советские мусульмане. То есть, как бы, ну, курбан ели, конечно, мясо ели, да. Кто, что мясо откажется? Значит, вот, сабантуи праздновали, да, значит. Ну, в принципе, как бы, ничего такого религиозного у нас не было. Даже обрезание, это было больше, дедушка мой смотрел, как на часть просто культуры. Просто вот, у русских принято не обрезаться, а у нас принято обрезаться, и все, как бы. Ну, ладно, вот такая история. То есть, о Боге я не знал никакой информации, абсолютно никакой, ни мусульманской, ни еврейской, ни тем более христианской, никакой не знал, абсолютной информации. Но в 12,5 лет познакомился с ним лично, пережил с ним встречу. Это произошло в экстремальных условиях совершенно, абсолютно экстремальных. Да, я заболел, двусторонняя пневмония была, воспаление легких, и врачи смогли спасти, было поздно уже, когда определили пневмонию, и оба легких оттекли, и констатировали смерть мою. То есть, я умер от воспаления легких. В 12,5 лет. Вот, как бы, моя жизнь, первая часть моей жизни, она закончилась довольно так вот, прозаично, очень просто, буднично. Болезнь, смерть, и все. Мама, папа плакали, вот, врачи там, врач пытался успокоить, что у вас есть еще один сын ваш, ну, мой младший брат. И, в общем-то, ну, это слабое было, конечно, успокоение. Вот, и, и вот я воскрес, значит, врачи не могли это объяснить, но попытались как-то объяснить, там, потом мама рассказывала, спустя годы, что попытались объяснить, как вот, ну, видимо, редко такое бывает, изредка, возвращение, попрощались со мной, а здесь, как бы, я вернулся вдруг. Слава Богу, меня не разрезали. Вот, значит, я вернулся, вот, и плюс еще, был исцелен, значит, оба легких моих отекшие, они были без отеков, без следов этого, то есть, было еще и воскрес, и плюс еще был исцелен. Вот, а вот короткий промежуток времени, вот этот, какие-то минуты моей смерти, от момента смерти, когда меня выдавило из моего тела, и до момента захода в тело, здесь на земле прошли какие-то минуты, а там это было очень достаточно много времени, вот, я был перед Богом, я знаю, что такое выходить из тела, как-то больно, как-то обидно, в 12,5 лет умирать, вот, зная, что все, теперь жизнь закончилась, и, но я думал, что все, я сейчас перестану существовать, исчезну, растворюсь, перестану существовать вообще, потому что меня выдавливало из моего тела, и последние секунды я сообразил, что это смерть, и это меня просто сейчас выдавит из меня же самого, все, как бы жизнь мою, вот, но, когда я помер, то я не понял, что я помер, потому что я не перестал существовать, я не испарился, не растворился, ничего такого не произошло, наоборот, как будто бы я проснулся, наоборот, как будто я проспал почти 13 лет своей жизни, и мне снился неплохой сон, все было неплохо, но теперь настоящий, как раз, настоящее вот никогда в жизни себя не чувствовал так хорошо значит и вообще был перед богом хотя мне казалось оказавшись перед ним мне казалось я самый плохой мальчик тоже на земле очень что хуже никого не было потому что я жил только для себя а там ну как бы в его измерении более реальном мире чем этот реальный мир хороший мир очень классный мир хороший да но тот более реальный мир в том реальном мире все то что я знал как хорошо плохо и наоборот то есть все как алисов зазеркали что-то можно сравнить там все по-другому вообще вот там даже пример берешь пример стакана беру себе вот там как будто теряю и наоборот даю вот как будто получаю то есть там мне напомнил как зазеркали да действительно все наоборот там то что здесь очень хорошо считается там очень плохо здесь нас учили гордиться всегда вот значит и всегда хвалили я сколько себя помню дома в школе всегда хвалили а там это было очень стыдно вот и да и много всего другого остального вот но простил меня простил я это видел насчет и и очень хороший получи хорошие это не подхлемаш это правда на самом деле вот потому что я говорю что тогда на тот момент я знала любовь мама папа там свои собаки там намного что вот как бы да мог себе представить но то что было там более реальным более реально реальности как бы выразиться в настоящем не здесь то там это настоящее просто я был просто приятно вот и больше того он позволил мне снова жить отсюда смотреть туда в ту реальность есть есть как бы свои плюсы в той реальности но смотреть в ту реальность в эту реальность тоже свои плюсы есть хотя многим кажется как есть плюсы сравнение с той реальности но здесь есть свои плюсы есть время вечность тоже классная это это вообще классная вещь это потрясающая вещь переживания хотя сейчас за 40 лет уже почти забылись многие вещи И я сейчас даже говорю больше, но начинаю вспоминать, но сложно многие вещи вспомнить, честно говоря. Но вот с той реальности, смотри, в этой реальности есть свои плюсы. И вот время имеет какой-то свой вкус, какой-то свой, не знаю, оно красиво. Сейчас я знаю, что это тоже творение Бога, оно тоже творит, а Бог творит все хорошее. И время изначально, хотя оно много беды делает для человека, казалось бы, но изначально оно очень хорошее, само время это очень хорошая вещь. Есть начало этого времени и есть конец этого времени, но Бог, Вечность, Он над всем этим. Ну ладно, не буду вас как бы нагружать этим, а то сейчас начну рассказывать, сейчас углублюсь в эту тему. Я лишь об носах хочу сказать, что Бог хороший, я с ним пережил встречу, и Он мне дал возможность еще жить. Правда, первые дни, недели даже после воскрешения были очень тяжелыми. Знаете ли, вернуться в тело даже было не так тяжело, как именно снова научиться думать этой головой, снова ходить по этой земле, снова быть в этой реальности. Вернуться, вот чисто психологически воскреснуть даже сложнее, чем физически даже. Физически это чудно воскреснуть, конечно, удивительно. Войти снова в тело. Больно было, конечно, но и радостно одновременно, потому что я знал, что еще есть время перед тем, как я снова там окажусь перед Ним. Значит, мы уже, уже не опозорюсь уже, а я проживу и буду вот как бы о нем говорить. Кстати, я даже говорил какие слова ему. А там даже не надо говорить. Там не говорить в таком, в нашем понимании смысле этого слова. Потому что там ты только что подумал, это как будто сразу сказал. Вот. Там нет такого. И даже не то, что подумал, даже то, что ты не успел подумать, это сразу как будто сказал. Вот так вот. Это трудно передать. Ну, помрете, сами поймете. Сразу. Нет, потому что это кажется сложно. На самом деле, вот только помрешь, вот я сразу, сразу все это понимаешь. Моментально понимаешь. То есть, как бы это кажется нормальным состоянием. И вот кажется, вот то, что было до того, кажется ненормальным состоянием. Когда ты думаешь, потом говоришь. Вот. А плюс еще ты многие вещи, ты не успел подумать, они как бы, ну, как подсознание по-нашему, да. Мотивы какие-то. Вот. Ты даже порой всю жизнь живешь и не знаешь, что это за подсознание, что это за, как бы, иногда только в стрессовой ситуации что-то всплывает у тебя, допустим, да. Или что-то там в памяти. Или во сне что-то там вдруг видишь. Вот. А там это все, как бы, нормальным и естественным является одной. Там мысль, как бы, подсознание, сознание и разговоры, это все одно. Это все одно. Наверное, в политике там будут самые несчастные люди. Там нельзя просто... Одно подумать, другое сделать, там третье иметь в виду, там... Поэтому мое слово для политиков пока здесь. Потому что там, вот реально, я позорился, мне казалось, я самый плохой мальчик, мне казалось. Вот провалиться, ну, провалиться некуда. Вот реально, там некуда проваливаться в нашем понимании в смысле этого слова. Там совсем другая реальность. Она более реальна, настоящая. Ладно. Вот. И... А почему я первой неделе был там в депрессии, будем так говорить, да. Ну, можно сказать даже депрессии после возвращения. Потому что научиться снова жить без Бога очень тяжело. Пережить с ним встречу и снова быть отстраненным. В смысле, без Бога, в смысле, отстраненным от него. Не видеть сего. Это настолько добивало, знаете ли, просто морально добивало, что я не могу посмотреть ему в глаза. Я... Это было так тяжело вообще. Я был... Тем более, не было никого верующих, понимаете ли, в окружении. Ни взрослых, ни сверстников, которые могли бы подсказать, что можно, ну, не отчаиваться, что можно разговаривать с ним, не выходя из тела, не умирая, без экстрима совершенно. Я что-то не знал. Вот. И пытался поговорить с мамой, с папой. Ну, как поговорить? Я думал, издалека начну, потому что я не знал даже как-то объяснить вообще, что-то произошло. Я, значит, сказал маме, вот, говорю, ну, ты же умрешь однажды? Она, ну, так, не пугалась немного. Ну, да, говорит, конечно, все же умирают. Вот. А, говорю, а вот если ты умрешь, говорю, ты там что-то увидишь? А, а, говорю, ты перестанешь вообще существовать или ты будешь все-таки? Вот такая тишина такая была. Ну, и я решил дальше. Ума хватило все-таки не все рассказывать, как бы. Но я сказал, значит, потому что и так по врачам сласкали. Думаю, врачи что пугали еще родителей, что такой промежуток смерти, как бы не без последствий, может быть, там, и прочее. Ой-ой-ой. Значит, и понимаете, я сказал, говорю, значит, вот если ты, говорю, не перестанешь все-таки существовать, ты все-таки будешь, говорю. Как ты думаешь? А еще тетя напугалась тоже еще, кстати, родная тетя Гальстиня, она была как раз у нас, Гальстиня. Она тоже перепугалась вообще вся. Вот, ну, тетя Гальстиня, так, говорит, Синя. Вот, значит, и говорю, вот, если вот все-таки будешь, если все-таки будешь, то, говорю, вот, мам, ты там что-то увидишь? Или ничего не увидишь? Вот как ты думаешь? И все. У мамы чуть не истерика. Вот реально истерика началась просто. Она была так напугана, вот, что думали, что у меня вот последствия какие-то вот этой смерти. Вот, и все. Я понял, что лучше вообще молчать. Пытался со сверстниками потом поговорить уже по какие-то там, прошел там недели, там, значит, там, мы в школе. Я в школе сидел как раз тогда за одной партой с одним там товарищем своим. У нас были, ну, до смерти, по крайней мере, у меня были общие с ним интересы. Когда я вернулся, у меня все мои прежние интересы, они отпали. Все, что у меня раньше было интересно, мне стало совершенно неинтересно, абсолютно. И наоборот, то, что было, я раньше терпеть не мог, то, что было неинтересно, стало ужасно и мне интересно вообще. Слово Иси. И у нас были раньше интересы, там, допустим, мы даже соревновались, обменивались, там, марки, какие-то монетки, новостные марки у нас были. Я ему потом все принес, абсолютно все. Домой прям, говорю, забирай, значит, потому что мне это не нужно. С такими глазами. Сколько лет собирал, говорю, вот серьезно, я, если не возьмешь, я просто выброшу все это, потому что я, я вот даже не могу открывать, открою альбом, мне противно просто. Это не мое совершенно, вообще полностью. Вообще полностью. Вот, и я ему рассказал, а, его фамилия была Гусев, я Журавлев, он Гусев. Птицы. Птицы. Как раз, друзья. И мы за одной партой сидели, и летали только в доске, только я, но у нас что-то все время, учителя дергали, Журавлев, Гусев, Журавлев, Гусев, все время в доске, ну ладно. Вот, значит, и они, я ему, возьми дверь, расскажи тоже, значит, думаю, он, он у меня много читал, товарищ такой, думаю, он, может, поймет, а может, он что-то знает, чего я не знаю. Я ему рассказал, он с такими глазами, Серега, так это, может, тебя и мультяне похитили, может, он читал фантастики, ой, говорю, молчи вообще, не позорься вообще, не с твоей опоры. Вот, ну и я замкнулся, потому что не с кем было даже поговорить, даже поделиться не с кем было. А, мы смеемся. Было тяжело, так, сейчас смешно как выглядит, но тогда было не до смеха, честно говоря, я приходил домой, просто, просто плакал, и плакал так много, даже чудно, раньше я не плакал никогда. Нас учили всегда не плакать, вот, мальчик не должен плакать, Бабай мой был очень такой жесткий такой человек, вот, значит, и даже когда там обрезался полностью, я там, там, получилось, травмировался, руку травмировал, обсыпали солью, все, значит, даже слезинки нельзя было ронять. И когда я это сделал, то, значит, еще первый класс еще ходил, то Бабай мой на Курбан, он послал меня, никого, до 13 лет, но никого из мальчиков не пускали в общий зал, где сидели только Бабай, там, и мужчины сидели у нас, кушали мясо. Женщины, дети, все были, значит, отдельно, значит, кушали там тоже, даже отдельно зуб для них варился, для мужчин там больше мяса, нам одно мясо буквально плавало, для женщин там чуть-чуть мясо было. Вот, значит, и мой Бабай не только обрезал мальчиков, он еще и Баранов хорошо резал, очень быстро, Баран еще не успел там ойкнуть, уже вертелся, его уже разделывали. Вот, значит, и, и знаете, и когда он, Бабай, увидел, что я не плачу, что, как бы, перетерпел боль такую сильную, он меня, значит, даже на Курбан пригласил, значит, с мужчинами, посадил возле себя, у меня это была такая честь, такая на теории. Одним словом, да и бабушка с отцовской линии, тоже, значит, еврейская моя бабушка, она ветеран была, ЧК, НКВД еще до войны, вот, карьеру сделала, вот, и, в общем-то, такая была революционная бабушка, будем так говорить, вот, за вас советов, значит, как говорится. И она была у меня тоже такая, железная ветер такая, довольно, вот, и, а здесь, понимаете ли, вот, я от отчаяния, что я не могу посмотреть ему в глаза, Богу, я, я просто плакал, я плакал так, что утром просыпался, подушка была мокрая, не от пота, а от слезы. То есть, надо было столько реветь, вообще, в эту подушку, что она была мокрая, вот, реально вся мокрая была. Вот, и забывался сном и засыпал. И в школе однажды, сидел на уроке, у меня была даже такая идея, мне очень хотелось с ним поговорить, хотя бы, даже не говорить, даже, хотя бы, он думал, даже не говорить. Просто хотя бы посмотреть еще раз в глаза ему, просто все, хотя бы секундочку, думаю, хотя бы секундочку. И у меня был пока один пример этого, это вот заболеть, умереть, да, я, хотя было страшно, больно, воспоминания о том, что произошло, это было больно, но я был даже готов решиться снова на это. У меня такая идея возникла, шальная, думаю, надо специально простыть, много мороженого поесть, надо заболеть, чтобы, значит, думаю, раз повезло, я вернулся, значит, может быть, еще раз повезет как-то, и, хотя неопределенно запугало, но я был готов, уже даже решился на это. Но, слава Богу, не нашло дела до мороженого, до простуды новой, потом уже специальные уже простуды, потому что тем же самым днем, когда у меня эта идея созрела, план такой созрел, был сон. Я во сне научился разговаривать с ним, с Богом, не выходя из тела, оказывается, можно это было сделать, без экстрима. Вот, и во сне я видел мальчиков, девочек, чуть помладше меня, и эти мальчики, девочки, там был Бог в этом сне, но я его не видел, но он был там, настолько реально, что оно шкурой чувствовалось, знаете, вот просто. И он был как будто бы какой-то завеса, не завеса, ну, что-то такое, как бы ширма, не ширма, прозрачная, непрозрачная, не поймешь. Но за ней был Бог, я точно знал, что там Бог, и настолько хорошо было от этого, это не передать просто. И эти мальчики и девочки, они тоже знали, что там Бог, и они пересказывали ему все, во что они играли, чем они занимались. Со стороны вначале было, казалось, это очень глупо, думаю, чем они, ну, он и так все это видит, он и так все это слышит и знает, как бы, зачем они ему пересказывают. Но сама атмосфера была такая потрясающая, я заразился этой атмосферой буквально, и стал ему рассказывать тоже, не видя его, но понимая, что он сейчас вот за вот этой, как бы, какой-то там занавеской, или как называть, я стал к нему обращаться. Стал к нему говорить, как неплохо, как вот эти дни прошли, вообще, так вот, мне, что очень тяжело. Я ему все это рассказал во сне, и мне так во сне хорошо стало, думаю, что ж я мучился-то, можно было с ним поговорить запросто. И мне так хорошо стало, и я проснулся в такой эйфории, еще до будильника, задолго, заспыкло еще, еще потемну, проснулся, и мне так хорошо, думаю, что я напрягаюсь, что можно попробовать с ним так поговорить, как во сне. Молиться? Ну, я не знал, что молитвы, но можно с ним разговаривать, вот так вот, да, молиться, да, молиться. И знаете, я помню, я закрылся, все, и долго не решался, долго не решался, я думаю, ну, это довольно, может, глупо как-то, да, представьте, значит, разговаривать с тем, кого не видишь. Да, тем более во сне-то там хотя бы были, там, мальчики-девочки эти, тем более во сне я принимал завесы, и там, там, Бог, а здесь я даже ничего не видел абсолютно. И начать разговаривать было тяжело. Но, вот это впечатление после сна, оставшееся, что так хорошо стало на сердце, так хорошо стало, оно толкало меня, побуждало к этому. И, в конце концов, я решился. Мне там напомнило, как там, 17 новенья весны, там, Юстус, Центру, как бы, я представил себе, вот, да, я здесь, значит, вынужденно оказался, вот, не на родине, вот, вынужден связаться сейчас. Даже, даже если не будет обратной связи, просто мне хотя бы сообщить координаты, там, информацию с Лицей, что я, вот, значит, здесь, там, Люсь, значит, да, я тут, да, родина не забудет меня, там. Вот, значит, одним словом я вот решился и сказал впервые вот такие слова. Не выходя из тела, находясь в теле, в памяти, все, я сказал, Бог, это я, Сережа, прием, как бы, что-то такое. Я это воспринял, как вот такую игру. Вот, и, в ответ тишина, но я начал дальше говорить, рассказывать ему, как во сне. Ну, поначалу было тяжело, а потом, думаю, если даже опозорюсь, я, то один на один никого же нету, свидетель, то есть, как бы, я ему все стал рассказывать уже, вот. Наговорился, все ему рассказал, как мне тяжело, как пытался поговорить с мамой, с папой, как пытался, вот, со сверстниками поговорить, что никто не знает вообще о Боге, ноль вообще, ничего. Что так тяжело, что на свою шею попросился обратно, вот, мне показалось, это хорошая идея, теперь я понял, что там очень плохая, как бы, идея его мысли. И, таким словом, наговорил много всего, и все, мне так полегчало, не в сказке, сказать, не первым описать. Думаю, так что ж, я, в общем, мучился так. Ну, и сказал, до связи, в эфире, спасибо за внимание, вечером снова на связь выйдем. Вот, и все, я уже как раз к будильнику, я уже с ним наговорился, мне хорошо, классно, я уже в школе без депрессии, уже нормально, уже, я знал, что вечером у нас будет сеанс связи снова. Вот, значит, я вечером приходил, поговорил с ним, и уже лег спать уже не в слезах, не в соплях, значит, нормально, в расположении духа хорошим. Правда, второй сон был еще более ошеломляющий, еще больше стресс меня ждал. Я не ожидал, честно говоря, во сне, там, как для художника, для меня до сих пор этот сон второй, он полон образов, которые, ну, во многом непонятны мне еще. Хотя уже прошло, да, почти 40 лет, но до сих пор многие эти вещи мне непонятны. Хотя есть образы понятные, теперь мне понятные, потому что я читаю Библию, Божье Слово, и понимаю, что образы есть, библейские образы. Там был огромный лев, допустим, таких не бывает в природе вообще, таких львов, он огромный просто. Я думал, он меня сожрет просто, вообще съест, а он меня стал облизывать. Он радостный лев, он другой, я понял, что он за меня как бы, не против меня. Я потом узнал, что этот лев, он защищает меня, и вообще там такие вещи узнал удивительные. Но самый стресс не в этом был, не в этих образах даже, потрясающих художественных таких красивых образов, которых я не знал. Только потом уже, открывая Библию для себя, я узнал эти образы и животные различные, как в той песне поется, помните, да? Мы в церкви пели ее тоже несколько раз уже у себя в Киеве здесь. Под небом голубы, есть город золотой, с прозрачными воротами. Я видел выходе реально. И я каю звездой, а в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как рыжий огнегривый лев, другое, вот, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. А в небе голубом горит одна звезда, она твоя, о ангел мой, она твоя всегда, кто любит, тот любит. И, на самом деле, самые счастливчики там, это те, кто их любили, да, это самые счастливчики там вообще, это настолько. Кто светел, тот и свят, это правда, вот, вот, сто процентов. Есть разные светлые, есть более светлые, есть менее светлые, но вот самые светлые, самые счастливые. Пускай ведет тебя звезда дорогой в дивный сад, тебя там встретит огнегривый лев и синий волк, исполненный очей. И, спасибо, Господь, спасибо тебе, Господь, спасибо, драгоценный Бог. Аминь. Я не думал об этом много говорить, но так, у меня все так получилось. Я иногда вспоминаю об этом. Вот, детям с вами рассказывал много раз эту историю, особенно, когда каждому из них исполнялось как раз, они приходили к этому возрасту, когда и в еврейской традиции, кстати, и в татарской традиции, как раз объявляют взрослым человеку уже, к 13 годам подходило время, и каждому из них, вот, каждого сына, каждую дочь, я каждый раз снова-снова все это пересказывал, рассказывал, вот, и это как в еврейской традиции бар-мицве, бар-мицве называется, да. Это самое главное в бар-мицве, это даже не обряд сам, хотя обряд красивый, да и татарский обряд красивый, и еврейский обряд очень красивый. Нет, ну даже не это. Самое главное, жалко, что в русской традиции, в украинской нет такого вот переживания, на мой взгляд. Ну, плак, это вопрос такой культуры больше. Но самое главное, самое основное, знаете, это то, что человек, ну, мальчик в 13 лет, да, он называет Бога своим отцом. Ну, в еврейской традиции, в татарской это не говорится, нет, там другая чуть-чуть концепция, как бы, да. Вот, чисто исламская, мусульманская традиция, наоборот, даже там Бога отцом всевышним не называют, абсолютно, даже это запрещено даже. Вот, но в еврейской традиции мне еще нравится, что Бога своим отцом называют, Бога своим отцом. Вот, помните Иисуса, да, это бармитва, произошла такая, вот такая импровизированная, такая сверхъестественная бармитва. Когда, не помню, в 13 лет он потерялся там в храме, вот, Бог закрыл глаза родителям, да, а Иосиф и Мария не были плохими родителями, нет, они были благочестивы, они были хорошими родителями, вот, но Бог закрыл глаза, они оба думали почему-то, что он идет с родственниками, потом спохватились, нет, Иисуса нет, они метнулись обратно в Иерусалим и тоже искали, искали, везде не нашли, хотя надо было сразу идти куда-то, но, как бы, хорошие посля приходят на посля, вот, они пришли к храму и на самом деле встречают, вот он Иисус, вот он и шел, сидит с учителями Израиля, задает вопросы и удивляются учителя, мудрости этого отрока, и он сказал интересные слова тогда, Иисус, что, разве не знаете, что мне нужно быть в доме отца моего? С Иосифа просто камень с души упал наверняка, потому что к Бармитве он должен был назвать его своим сыном, но он не мог, ну, на все сто, как бы, не скрести пальцы, сказать это, понимаете ли, а он был праведен, он не мог соврать, но здесь Иисус снял с него эту обязанность, он сказал, что, да, Бармитве, по сути, совершилась такая сверхъестественная, что дом отца моего, он мой, Бог мой отец, спасибо, папа, ты воспитал меня первых почти 13 лет, но теперь мой Бог, он мой отец. Вот, и взрослым человек становится на самом-то деле не от того, что у него появляются какие-то взрослые вещи, или даже карманные деньги, или что-то еще, или обязанности какие-то взрослые, нет, по-настоящему, не по-настоящему, по-правду, что он взрослым становится человеком, когда он понимает, что Бог его отец, он его родитель его, это правда. И в том сне, вот, я видел и назвал Бога своим отцом, это было потрясающе. Ладно, друзья, я, хотя об этом тоже свидетельствовать очень важно, конечно, но я планирую вообще о другом говорить. Вот, и, представляете, вернувшись, одним словом, и с того света, как бы, да, вернувшись, и пережив Бога потом, вот, во снах, так вот, научившись с Ним разговаривать, я не мог себе представить по-другому жизни без Него. Я учился тогда в такой школе, и в школе художественной, и единственное, что я в жизни мог хорошо делать, тогда это рисовать, писать, и поэтому даже там, будучи, кстати, я опускал, среди прочего, сказал, что если я буду рисовать, если буду я еще жить, то я буду рисовать, писать, картины, чтобы, как бы, о нем сказать, как бы, о нем сказать, вот, о правдочном мире, вот, ему это очень понравилось. Хотя и так, как, более радостно, более довольного, трудно было себе представить, значит, существа, да, нежели Бог, вот, значит, но здесь он еще радостнее, более стал, еще более радостнее, еще более счастливый, вот, и я сам был в таком восторге, вот, значит, и после школы пошел в училище художественное, для меня это был смысл моей жизни всей, вообще, в этом заключался, и, конечно же, читал литературу, раньше терпеть не мог читать, значит, после воскрешения я стал просто зачитываться, с упоением, всем, 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 особенно литературу читал, такую взрослую, атеистическую литературу читал, почему, потому что там находил я, хотя отрицание Бога было там, да, в этой литературе, но там были слова Божьи. Я помню, первый стресс пережил, удивительно, там была цитата, не помню даже название книги, первой атеистической книги, там была цитата, большая, из книги пророка Иеремии, ну, чуть не целая глава приведена была, она начиналась, цитата, такими словами, «так говорит Господь», и там дальше шло обращение. И до того, и после того, в этой книге шло, ну, просто-напросто, ну, такая оголтелая пропаганда советская, коммунистическая, но самое интересное, когда я прочитал вот это «так говорит Господь» и слова вот эти дальнейшие из Иеремии и пророка, то, знаете, вот как будто бы просто предыдущие и последующие просто для меня погасло. Я взял тетрадку, завел себе тайную тетрадь, никому не показывал ее тогда, значит, и стал записывать себе ее в нее, тайно так вот взял специально в клеточку, там, значит, там, в каждой клеточке, не пропуская, внимательно записал этот текст я, и ссылочку, там написана была «Библия», страница такая, издание такого-то года, ну, для меня была фантастика, где найти, может, была эту книгу, но стал целенаправленно искать по этим книгам вот у меня.